Сегодня времени у нас не так много, но работы просто куча. И в этом видосе мы с вами должны выполнить две стратегически важные вещи. Первое, это до конца уже дострелять мою кукушку. Звучит как-то, да? До конца дострелять уже наш эркер. И сразу же после этого мы приступим к обработке нашего цоколя. Это единственное, что осталось сделать по нашему фасаду. Изначально я не планировал крепить ОСП-листы к стене, потому что хоть ОСП и влагослойкий материал, но тем не менее он за 10-20 лет все равно напитается водой, да? Ну, по логике. И поэтому, хотя компания Технониколь допускает использование влагостойкой ОСП-3 на цоколь, по мне так это нормальный вариант, но требует дополнительной обработки. И помните тот видос, когда мы ездили на выставку с вами в апреле, то там я познакомился с одним человеком. Давайте не будем забегать вперед, там Женя как раз сейчас достает ОСП, и я вам прям по ходу все расскажу. Это наши оставшиеся 7 листиков, они теперь реально свой цвет оправдывают, потому что ОСП поднялся в цене в 4 раза, теперь он стоит уже 2500 за один лист. У нас осталось 7 листов, и мы их используем на цоколь, но просто так использовать его не совсем правильно, и мы используем его по уму. А как я сейчас вам покажу. Берем листик и несем его на базу. Пойдем. Мы его сейчас примерим к цоколю и посмотрим вообще, как он будет смотреться. Ну, мне просто интересно, как он закроет вот здесь его. Ой, круто, вообще смотри, пилить-то почти ничего не придется. Все рассчитано до мелочей. Я хочу посмотреть, как будет угол выглядеть, поэтому давай, наверное, сейчас принесем сюда листы, обработаем этим супер средством. И... Джики Чан, так говори, хвост. Джоу-джоу-джоу-джоу-джоу-джоу-джоу. Эй! Он там выкопал яму. Эй, работник, работник нашей фирмы. Вымазался и лег в эту яму. Класс. Я уже вижу, как будет здорово. И он закроет у нас вот эту сторону. Здесь немножко подпилить придется. Так вот, выйти из положения нам помог центр компетенции полимерных решений. Помните те кадры с выставки, где я познакомился с человеком? Бассейн из дерева, молодежь. Бассейн из дерева. Бассейн из дерева, да вы что? Санузлы и ванны без кафеля. Вау. То есть вы дерево пропитываете этой штукой, и оно может сделать бассейн, да? Да, можно сделать бассейн, питьевые резервуары, мебель на улице, санузлы, нижние лаги бань, нижние венцы зданий сооружений. Тогда вам прямо сейчас вопрос. Я сейчас занимаюсь отделкой фасада Хаубергом. Это Технониколь компания. И у меня цокольная часть дома, ее надо чем-то зашить. А Хауберг крепится к ОСП, ОСП-3. Влагостойкая, но недостаточно влагостойкая. Это только название. И ваше средство может помочь? Конечно. То есть я могу покрасить ОСП, и на сколько лет он его водит? Вы можете до того еще покрасить, грубо говоря, цоколь бетонный, чтобы там никаких проблем не было. Нет, это уже закрыто, экструзия закрыта. Ну, на планетарии десятку лет стоит. То есть там вот все, учитывая, что на нее ультрафиолет не действует, ничего не действует. Ваши дети, мои правнуки, ваши правнуки будут заходить и думать, что это мой прадед сделал. Хорошо, вопрос. А как мне рассчитать на квадратный метр тогда и цену за это мероприятие? А, вот так. Ну, все, давайте так и поступим. Так вот, мы созвонились. У него есть отличное решение для того, чтобы превратить влагостойкий ОСП в просто неубиваемый материал с помощью полимеров. Это будет и гидроизолировано, и защищено полностью от влаги. Я думаю, что пора начинать. Поехали. А у нас на все про все около 4 часов. Надо делать это оперативно. Типа как вскрыли и все? Да, вскрыли, залили, все, и поехали. Один к одному делаем. Давай потихоньку попробуем сейчас, понемножку, много не надо. Вот это уже полимер. Не забывайте беречь глаза, одевайте обязательно очки. Очень хорошо нужно обработать торцы. В данном случае данная полимерная композиция проникает в пары дерева, заполняет микро- и макротрещины, а затем там полимеризуется, образуя новый композитный материал с повышенной прочностью и износостойкостью, с нулевым водопоглощением, что значительно увеличивает эксплуатационную пригодность деревянных конструкций. Пропитка изделий из древесины увеличивает ее прочность, исключает возможность изменения ее объема при воздействии воды, исключает поражение ее грибками и насекомыми. Пропитка деградированной древесины увеличивает ее прочность до десятков мегапаскалей. Данный материал очень классно подходит для отделки бассейнов, кровлей, а элементы фундамента, пропитывание сгнивших опорных участков конструкции кровли позволяет восстановить геометрию узлов и обеспечить восстановление прочностных характеристик без их замены. Пропитка фанерной опалубки позволяет в несколько раз повысить ее оборачиваемость. Полимерами легко ремонтировать и клеить изделия из дерева. Также ими можно клеить дерево и металлы, бетон, кирпич в любых вариантах. Пропитывание нагруженных узлов, мест крепления изделий из ДСП позволяет увеличивать срок функционирования этих изделий. Можно работать даже по влажному дереву. Глубина пропитки может быть различной в зависимости от условий эксплуатации. Из преимуществ и особенностей применения данных материалов – это экологически чистые и нетоксичные покрытия имеют разрешение на контакт с питьевой водой и даже пищевыми продуктами. Материалы, которые можно обрабатывать – это металлы, бетон, сибит, рубероид и так далее. Применять можно от минус 20 градусов. Данный материал сертифицирован и производится в России. Способ нанесения может быть любой. Это малярные работы, инъектирование, пропитывание. Легко пигментируется и декорируется. Итак, пока Женя занимается обработкой ОСПшки, мы доколотим эту стену. Братцы, я даже не ожидал, что мои выпуски про отделку фасада будут так востребованы. Уже как минимум 5 зрителей написали в комментариях, что будут делать фасад так же. В роликах я много времени уделил нюансам монтажа, но ни разу не давал вам названия расцветок моего фасада. Так вот, на стены я использую Хауберг «Бельгийский кирпич», на Цокольже мы с Женей выбрали Шотландию. Сегодня вы все увидите. Подумать только, когда я брал материал, поставил себе цель сделать работу к Новому году. Не скрою, был напуган роликами, в которых говорилось, как сложно монтировать панели. Сегодня прошло уже полтора месяца с начала всех работ, и я не спеша с перекурами закрыл уже большую половину дома. Решил, что немножко подожду, когда прессованные щепки вернутся из премиум сегмента обратно в доступную среду, и уже тогда добьем оставшиеся пол дома. А пока в ближайшее время, думаю, сделать теплые полы и залить их бетоном. Поэтому видео по обшивке мы немножечко с вами приостановим. Да и мне сейчас очень полезно переключиться на другую работу. Ну а вам, наверное, хочется уже увидеть что-то новенькое. Через серию или уже в следующей мы с вами займемся отоплением. Если по основному фасаду у меня все ясно, то по отделке цоколя веранды есть некоторые вопросы. Я надеюсь, что вы поможете мне их решить. Первое – это рациональное использование пространства под верандой. Согласитесь, это место просто шикарно подходит под складирование необходимых в быту инструментов. Это мед, лопата и прочее. Соответственно, здесь просится какая-то дверь. Но как это сделать эстетично, я пока не придумал. Веранда, в моем понимании, имеет не только стратегическую задачу быть тепловым терминалом между улицей и домом, но еще и эстетическую. В наших мечтах превратить ее в некую интегрированную беседку. Для любителей строить беседку далеко от дома есть так называемый эффект солонки. Когда ты вроде бы уже сел за стол, но вдруг ты забыл соль. И тебе приходится возвращаться в дом. Потом ты снова садишься за стол, и ты снова что-нибудь забываешь. Это я вам говорю как хозяйка. Уже проверено. Поэтому в нашем решении мы сделали беседку, встроенную в дом. И, по-моему, мы не прогадали. Но очень хотелось бы добавить здесь подвесной камин, застеклить панорамными метражами, сохраняющими тепло и уют дома. На правильное остекление нашей веранды совсем недавно меня надоумил наш подписчик с канала «Русские окна», который, кстати, еще и является крупнейшим официальным партнером в России компании «Рихао». Углубившись в тему правильных окон, я разобрался для себя во многих моментах, о которых даже и не думал ранее. Весь секрет правильного утепления дома скрывается в мелочах. И у «Рихао», кстати, с этим полный порядок. Окна с энергосберегающими теплопакетами позволяют существенно снизить затраты на обогрев дома или квартиры в отопительный период. Стеклопакеты изготавливаются из стекол японской компании «Ай Джи Си». Это мировой лидер по производству стекол. Наиболее качественная немецкая фурнитура «Зигения» от бюджетных до премиальных вариантов, которая обеспечивает долговечность, удобство использования, безопасность и повышенную защиту от взлома. Качественная фурнитура – залог длительной эксплуатации оконных конструкций. Широкий выбор цветов и фактур, рам и створок, но в моем случае стандартный белый цвет, по-моему, лучшее решение. Все изделия сертифицированы по ГОСТу и СанПину. Безопасно для здоровья жильцов и домашних питомцев. Имеют сертификаты по пожарной безопасности. Длительный срок службы до 50 лет. Широкий выбор оконного профиля «Рихау» от однокамерных моделей для балкона или дачи до шестикамерных, рекомендованных для монтажа в энергоэффективных домах. Компания действует на рынке более 25 лет. Два собственных крупнейших завода в России позволяют обеспечить быстрое и качественное изготовление оконных конструкций по вашим индивидуальным размерам с точностью сборки до 1 мм. Нашим зрителям из Москвы и Московской области компания «Русские окна» предлагает до конца июля скидку в размере 3% по промокоду RUSLETO21. Я обязательно оставлю вам ссылку в описании. Друзья, вот это сибирский нежданчик называется, потому что только что было жарко. Погода просто решила измениться на противоположную. Но в чем плюс такой стройки? У меня есть и уличные работы, и домашние. И поэтому уличная часть меня не так сильно-то и пугает. В общем, за это время я просто зашел в дом, прибрался здесь. Мы вытащили все, что не нужно в другую комнату. И, собственно, подготовили дом к нашим водяным полам, к теплому полу, наконец-то. Теперь осталось дождаться труб. И, кстати, эта неделя будет очень мерзопакостная. Соответственно, это время я потрачу краснотрубы. Я начну их крутить. Дай бог они приедут ко мне прям максимально быстро. Ну и в следующем видосе постараюсь начать отчитываться по этому вопросу. Если не успею ничего сделать, то расскажу вам о ценах на Хауберг. Если честно, я думаю, что это будет тоже очень интересный, поучительный видос. Я не знаю, насколько нам сегодня даст погода поработать. Погода, она вообще не шепчет. Она прям предлагает, идите, ребят, домой. Сейчас хоть у нас и готова уже вся вертикальная часть нашего цокольного этажа. То есть, по сути, листы можно уже крепить. Но, по мне, так этого недостаточно. И хочется систему сделать прям максимально крепкую. Поэтому я добавлю еще два горизонтальных участка, которые будут огибать наши оконные проемы. Вы же помните, что в этом доме еще в цоколе есть большое количество окон. И сегодня мы их обозначим. Ну а после этого мы уже будем фиксировать наши листы ОСП. Ну а на него уже будет фиксироваться Хауберг. И сверху это будет все закрываться отливом. По-моему, очень простая сэндвич-система. И единственное, там есть один нюансик по вентиляции. И я вам в конце ролика все это покажу, и вы все поймете. А вот и наши окна. Неспроста я запилил в видео небольшую интеграцию от Rehau. Будем считать это пасхалкой для тех, кто понял. В прошлом году при утеплении цоколя я не стал ставить окна, так как была мысль при заливке пола на нулевом этаже подавать бетон через эти проемы. Но вы настаиваете опробовать систему полуцухой стяжки. И поэтому теперь моя идея здесь не актуальна. Под системой я обрамлю все проемы. И, кстати, да простят меня эксперты из компании Технониколь, но я решил на свой страх и риск попробовать крепить хауберг в этом месте на саморезы с пресс-шляпкой. Мои дорогие зрители давно требуют от меня провести этот эксперимент. Сразу скажу, это не по технологии, но, если быть честным, и система крепления хауберга к цоколю у меня тоже в чем-то уникальна. Редко кто делает так же. В комментариях спрашивали, а не проще ли утеплить цоколь ЭППС, и на него уже крепить панели. Отвечаю. Конечно же, проще. Но дело в том, что цоколь мы утеплили в прошлом году, когда заливали отмостку. Толщина утеплителя 150 миллиметров. И этого вполне достаточно. Такая идея строить подсистему сложилась у меня из-за необходимости обшить мою консоль. Изначально я планировал укладывать на дом кирпич, но позже отказался от этой затеи и упростил свою задачу. Чем сегодня я очень доволен. Такой вариант отделки через подсистему мне гораздо больше нравится. О гвозде я согласился исключить из оборота только потому, как не хочу лишний раз травмировать сооружаемый нами каркас. Ты хочешь попробовать новую циркулярку? Я хочу сейчас пильнуть просто линию, вот эту основную. И поэтому охота попробовать новую пилу. Честно, первый раз в руках держу циркулярку. Наконец-то сбылась моя мечта. Никогда не было у меня ручных циркулярок. Надеюсь, я все делаю правильно. Но вы меня поправьте, если где-то что-то не так. Да нет, все правильно делаю. Единственное, что вот это кольцо, оно, наверное, не нужно здесь. Нет, нужно. А может, не нужно? Подожди, а это кругляш ты не будешь ставить? Кругляш буду обязательно. Так, ставлю сначала кругляш. А, теперь подшипник и... Ой, это то есть гайку. И все, затягиваем. Да, здесь это кольцо не нужно, наверное. Скажите, если надо, то напишите в комментариях. Я вон всякие кучи сохраню. Короче, это такая же циркулярка, как у меня маленькая, только большая. Прикольно. Рын-дун-дун. Так, друзья, я же на все оставляю ссылки, то, что покупаю. Если интересно, в описании оставлю и на эту модельку. ДК, читайте в описании. 1800. Ну все, погнали пилить. Прикольная система защиты, смотри, да? Чтоб пальцы не оторвало нафиг. А вот это что такое? А, это выставлять, наверное... А, выставлять, выставлять глубину пила, слушай, тут тоже это можно. То есть смотри, можно сделать... Прикольно. Мне понравилось, спасибо, Женя, большое. Если ручная модель циркулярки, которая работала в начале выпуска от компании ДК, отлично подходит для ювелирного реза, то эта машинка просто бульдозер для прямых участков и резов под любым градусом. При пилении ей складывается ощущение, что краешь бумагу, а не ОСП или фанеру. В общем, с пополнением моей мастерской. Осталось только ее построить. Но это дело времени. Погода, конечно, сегодня очень недоброжелательна, но я пообещал вам показать, как будет выглядеть шотландский хауберг на цоколе. И я сдержу свое обещание, во что бы то ни стало. Если вы из тех зрителей, что проходят с нами вместе все горести и радости долголетней стройки, то лучшей поддержкой будет добрый комментарий и, конечно же, лайк под видео. Я очень благодарю вас за реакцию. Вы заметили, даже видео стало как-то душевнее и солнечней. Казалось бы, я нахожусь просто в какой-то мусорке. Вокруг меня масса металла. На самом деле, друзья, это лайфхак, о котором я уже говорил вам не раз. Все железо я складирую специально в отведенное местечко для того, чтобы когда у меня появляется необходимость в нем, я его доставал. Ну а если необходимости в нем не будет, то мы просто можем отвезти это на приемную контору, где заработаем лишнюю монету. Почему бы и нет. В данном случае я сейчас достану одну нужную штуку, которую мы используем с вами сегодня на цоколе. Вот она. Лист оцинковочки. Очень много зрителей писали мне о том, что хауберг на цоколь не совсем правильно. Ведь зимой у нас много снега, и чистя его лопатой я просто могу сбить, ну и испортить ему внешний товарный вид. Поэтому нижнюю часть основания нашего защищенного уже от воды ОСП листа мы закроем с вами оцинковкой. Так, Жень, ты пока переубираешь... О, кстати, ребята, шотландский хауберг выглядит именно так. Пока ты перебираешь хауберг, точнее сортируешь его, да, ты уже нафасовала. Я сейчас нарежу оцинкованных полосок и прикручу их по всему периметру цоколя. Да. Зачем? Ну, чтобы защита от лопаты зимней, от снега. По низу будет маленькая полосочка оцинковки, красивая. Вся беда в том, что у нас... Да не беда. У нас просто фундамент, точнее отмостка, она идет под углом. И либо мне хауберг пилить некрасиво, либо я сейчас оцинковочкой пройду. Здесь будет полоска идти у нас. И тут будет полосочка скошенная. И будет нормально смотреться. Я так считаю. Тебе не хочется? Маленькая полоска. А потом все равно сверху плитка ляжет. Потом, да. Ну, если плитка ляжет, там другие вопросы. Там дополнительная работа другие будут, бетонные. Ладно, все, занимаемся. То есть ты, подожди, ты хочешь, чтобы... Ты считаешь, что оцинковка не нужна? Ну, мне не надо. Нет, давай сделаем. Хуже не будет. Пока. Лишнее не будет. Лишнее не будет. Итак, друзья, несколько промежуточных наблюдений. Первое. На саморезы можно тянуть, но... Ну, как можно? Это в бытовом ключе. По регламенту, конечно же, нельзя. Если тянете на саморезы, следите за тем, чтобы не перетянуть силу, мощь шуруповерта. Потому что можно и проткнуть весь хауберг насквозь, если хорошо дернете. И соприкосновение биты с саморезом будет хорошее. То есть можно и продырявить. Поэтому следите за этим. То есть нужно вот соблюдать вот эту тонкую грань. Между тем, что саморез уходит в потай и тем, что он рвет полностью хауберг. У меня несколько раз такое было. Хорошо, что он друг друга дублирует и закрывает. Ну, стыковка над окнами. Мы уже с вами в предыдущих видосах смотрели, изучали. И там, в принципе, все понятно. Что мне очень нравится, что здесь я могу использовать лазер. И мне удобнее работать с цоколем в таком ключе. И сейчас под занавес нашей работы еще покажу вам сегодня, как закрывать отлив, чтобы вентиляция работала. И, наверное, на этом мы видос закончим. Но я очень постараюсь сейчас добить, чтобы вам уже показать, как это будет выглядеть в итоге. Уже видно, да, что оба эти цвета играют друг с другом качественно, хорошо и интересно. Работы-то, конечно, еще немало. Но уже что-то вырисовывается. Еще окошечко белое здесь сыграет. И будет прям замечательно, я уверен. Уверен, будет хорошо. Так, ладно, я постараюсь сейчас быстро добить эту часть. И потом подытожим. И еще покажу вам про вентиляцию. Продолжение следует... Смеркалось, уже включились вечерние огни. Честно, под них мне очень нравится гулять по своему участку. Просто классно. Согласитесь? Я немножко отойду сейчас в сторону. И вы увидите всю полноту вот этой красоты двух цветов хауберга. Бельгийский и шотландский кирпич. Но красота эта не завершенная. Потому что не хватает отливов. И сейчас мы с вами их добавим. И помните, в начале видоса я говорил про вентиляцию. Вот о ней сейчас как раз пойдет речь. Очень быстренько, коротенько. Я вам все расскажу. Итак, как работает вентилируемый фасад? У него идет приточка. В районе карниза у нее есть вытяжка. И тем самым фасад вентилируется. И на ОСП, о которой многие говорят, что он заплесневеет и так далее. Не формируется никаких проблем. Не формируется никаких грибков. Если вентиляция сделана правильно. Но чаще всего, я даже смотрел в видосах, люди пренебрегают этим вопросом. И делают вентилируемый фасад, называя его вентилируемым. Но он совершенно не вентилируется. Так вот, здесь специально было все продумано так, что фасад вентилировался. Вы видели, что это вариант уникальный. Не в плане того, что он какой-то супер креативный. А в плане того, что мне пришлось немножко здесь попридумывать. Так как у меня отступающая часть цоколя из-за консоли. На которой планировался раньше кирпичная кладка. Как вы знаете, позже я от кирпича отказался. И сейчас я покажу, как сделать вентиляцию реально вентилируемой. Здесь все на самом деле очень-очень просто. В паз вставляется вот таким образом отлив. Здесь потом я фиксану саморезами. Тем самым мы полностью закрываем нашу консоль. Но главный момент это то, что вентиляционный канал не закрыт. И он работает как надо. Есть еще один нюанс по отливу, которым не стоит пренебрегать. Это то, что отлив должен входить друг в друга на 5 сантиметров. И лучше всего, когда нахлест идет от взгляда. То есть если вы выходите из дома и там видовая сторона больше, то сделайте нахлест в эту сторону. Если же чаще вы пользуетесь этим путем, то тогда нахлест сделать нужно с этой стороны. Так, примерил для интереса просто посмотреть. И вот оказывается, если с улицы, то нахлест будет выглядеть вот так. И мы подумали с Женей, что выходя из дома, мы находимся над, и мы этого видеть всего не будем добра. Поэтому нахлест стоит сделать от, наоборот. Сейчас сделаю. Так, братцы, такой небольшой постскриптум. Сегодня созванивался с поставщиком трубы для теплого пола. И мне было сказано, что на этой неделе она к нам приедет. Если она успеет до выходных, то следующий видос уже начнем крутиться. Если она не успеет приехать до выходных, то будет обещанный мной выпуск про цены на Хауберг. Сколько и на что было потрачено, и что было приобретено за это время. Потому что, в принципе, сегодня на стены, на цоколь все куплено, кроме оставшихся листов ОСП. Тут уже как бы на все воля божья, куда цену повернет. Ну, я уже могу прогнозировать, что будет по цене, поэтому будет интересно. Не переключайтесь. Не мог с вами не поделиться утренними кадрами. Вот так это все выглядит с утра, и получилось очень даже здорово. Когда зашьем остальную часть цоколя, все станет на свои места. По-моему, различие в расцветке дает такой интересный шарм дому. Мне нравится. Друзья, все, до скорых встреч. На следующей неделе увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok